Здарова YouTube, с вами Проф. Не обращайте внимание на картинку, это всего лишь фон. Сегодня я хотел бы с вами поговорить. Тема разговора будет собственно блокировка на твиче. Я поймал бан на 30 дней на твиче, не знаю насчет получится ли у меня его обжаловать, но суть не в этом. Блокировка за вызывание агрессии по отношению к лицу или группе лиц. То есть изначально я подумал что меня зарепортили молодые люди из Невала, которых я благополучно критиковал по поводу моих блокировок внутриигровых, но оказалось все не так просто. Моя блокировка ребят, как вы могли подумать, связана именно с меньшинствами. Да, это пожалуй самая актуальная тема сейчас на твиче, когда стримеров банят именно за слово на букву п. Я не буду его произносить, но все прекрасно надеюсь понимают о чем я говорю. Это слово типа принижает чьи-то там достоинства, но мало кто учитывает, что это слово достаточно распространено в СНГ. В СНГ как бы регионе как слово, которое не предполагает обидеть кого-то. Оно предполагает нелестный отзыв, но никак не травлю на какие-то там меньшинства. То есть если у меня вдруг в лексиконе чисто случайно пролетает это слово, это не значит, что я негативно отношусь к меньшинствам. Это значит, что я в данной ситуации в каком-то узком, узконаправленном контексте описываю негативно какого-то человека или какое-то событие, типа связанное с каким-то человеком, который что-то сделал нехорошо. Но в принципе, поскольку твич это платформа как раз таки не, ну типа не русская, не украинская, да, это платформа западная, конечно, там немножко другое понимание толерантности, там другие законы и поскольку мы принимаем не участие, мы в смысле русскоязычные стримеры, нужно все-таки придерживаться правил, которые нам трактует создатель этой платформы. Поэтому в принципе я полностью признаю свою вину и да, я был неправ. Конечно же это слово я употребил в контексте, я нелестно отзывался о челиках, челиках, вы мне написали целую тонну комментов по поводу того, что это слово паразит, о людях, которые накручивают себе зрителей на твиче и попадают в топ директории Prime World. Есть несколько человек, вот, и когда речь зашла об очередном из них, я несознательно, чисто случайно упомянул это слово. Вообще не подразумевая никакие меньшинства и так далее. Вот, но что сделано, как бы то сделано и теперь блокировка, я повторюсь, на твиче на 30 дней. Я конечно попробую обжаловать, потому что даже модерация твича, которая прислала мне сообщение на почту, сделала акцент на том, что я мог сказать это слово не, ну, в порыве эмоций, не подразумевая того контекста, который заложен в этом слове. Поэтому, ребят, в ближайшее время никаких стримов теперь и на твиче не будет, и единственное, чем я буду заниматься, это продолжать пилить для вас видеоконтент на YouTube. Поскольку, да, многие, наверное, могут предложить мне сейчас сделать новую учетную запись на твиче, но нет, ребят. Твич банит не аккаунт, а личность. И мне запрещено правилами твича где-либо на стримах у кого-то другого появляться, запрещено правилами твича создавать новую учетную запись, запускать стрим. Соответственно, ну, либо я буду ловить блокировки и дальше, если я буду нарушать эти правила. Конечно же, я заинтересован в том, чтобы получить анбан и, ну, я как бы несознательно нарушал, да, и в дальнейшем, ну, как бы, имея такой печальный опыт, я этого, конечно же, делать не буду, но пока в меру событий, которые сложились у нас, я сбился с мысли, потому что здесь такой лютый замес идет на экране. Sorry. О чем я говорил? Я говорил о том, что, да, создать новую учетную запись на твиче я не могу, и стримов в ближайший месяц на твиче не будет, вообще ни в каком виде, будет только видеоконтент для ютуб-канала. Я буду продолжать записывать каточки, скорее всего, я буду делать это в оффлайне, это, конечно, супер неудобно, да, я теряю очень много, я теряю донаты, подписки и так далее, но не стоит опускать руки, все-таки, каждый из нас вляпывается изредка в какое-то дерьмо, и это дерьмо случилось сегодня со мной. Хотелось бы, наверное, показать вам скриншоты, да, но, ну, с тем, что мне прислали, но поверьте на слово, разжигание ненависти к лицу или группе лиц, это трактуется так, вот, и насколько я знаю, что за этот пункт банили не только меня одного, но и много популярных стримеров, к которым я не отношусь, но все же, то есть это достаточно серьезное нарушение по меркам твича, и никакая, например, накрутка с этим не сравнится по, по глубине, глубине нарушения. Вот, поэтому те чуваки, собственно, о которых я нелестно выражался и просил их зарепортить, остаются вне бана, а я, так сказать, попал, попал в ту самую. Вот, ну и, что я еще могу сказать? Каточка, вот, кстати, хорошая была у нас, жаль, она не попала на YouTube. Достаточно интересная, потому что я слушал музыку с авторскими правами во время этой игры, не стал ее записывать. В общем, тему с блокировкой я вроде затронул, тему видосиков тоже, у меня накопилось чуть-чуть видосов, я повыкладываю, там, наверное, штук 6 видосов еще есть по прайму, записал вам видосики, да. По поводу блокировки на YouTube, прямых трансляций, скорее всего, уже буквально в конце февраля я смогу стримить и на YouTube, но, опять-таки, стримы на YouTube противоречат правилам Twitch, стримы на Twitch противоречат правилам на YouTube. Поэтому, как это будет выглядеть, возможно, все-таки я не буду стримить на двух платформах одновременно, все-таки нужно, ну, играть по правилам, и, получается, все стримеры, которые сейчас стримят и туда, и туда, они нарушают правила одновременно двух платформ, ну, и рискуют быть забаненными, да, если вы зарепортите их. Поэтому, что я могу сказать? Также, также хотелось бы еще сказать про, ну, о прохождениях, да, всяких игр. Я посмотрел фидбэк по видосу, который я залил по Resident Evil 2, по 30-минутной демо-версии игры, почитал отзывы. Да, есть дизлайки, и я абсолютно прекрасно понимаю, что я пытаюсь, ну, грубо говоря, навязать, хотя нет, наверное, это неправильное слово, пытаюсь показать какие-то другие игры аудитории, которая подписалась на меня, как на праймера. И, ну, да, это логично, что, типа, некоторым людям, некоторые люди в штыки реагируют на то, когда я ухожу в другие игры, и ставят дизлы. Ну, всем не угодить, как мы уже поняли, как я уже понял по практике, по комментам, всегда найдутся люди, которые будут недовольны, и... То есть... Я не могу угодить одновременно всем, то есть... В любом случае, даже если я буду снимать доту, или любую другую игру, всегда найдется человек, которому что-то не понравится, который влепит дизлайк. Поэтому, в любом случае, видосы на канале будут, по прайму, не по прайму, может быть, как я уже говорил в одном из предыдущих видео, если меня забанят в прайме, то я уйду все-таки в доту, и мы начнем все сначала. Нужно будет узнать некоторые аспекты об игре, ну и так далее. Пока вроде все. Можем посмотреть геймплей этой игры. Я не помню, мы ее выиграли или проиграли, но сейчас у нас 43 тысячи фарма, у них 48, у них перифиженный хлам просто фанатик. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу банов, и по поводу стримов, или по поводу дальнейшего какого-то развития канала, то, ребят, жду все вопросы в комментарии, критику обязательно пишите, если вы что-то не поняли, или вам что-то не нравится. Я читаю комменты, отвечаю на них. Тут идет лютый замес, просто ведьмак врывается. Врывается вперед, но мой ранос останавливает ультой, и этот врыв заканчивается ничем. Печально, конечно. Я даже не знаю, но я был в шоке. Первая мысль, которая у меня была по этому поводу, это что, типа, меня зарепортили Невал. Невал за то, что я нелестно отзывал своих компаний. Типа, об их блокировках, конченных, которые, типа, не оценочное осуждение. Блокировки у них могут быть не конченые, но я не согласен в корне с правилами блокировки. То есть, блокировка дается не за реальную причину, а за количество репортов. Это уже доказано практикой. Ну, какие-то мелкие нарушения возможно у всех бывают. Я читал комментарии к прошлому видео, где я затрагивал эту тему. Многие писали, что кроют матом просто там по-черному вплоть до того, что становится АФК и пишет в чат, и им никогда не прилетала блокировка. А это значит одно, что блокировка прилетает не за само нарушение, а за количество жалоб, которые на вас скинули. И, если вы, допустим, злостный нарушитель, но при этом играете в игру менее там, ну, определенного времени, не так, как я, по 10 часов в день, я могу прям с утра сесть и до ночи просидеть. вы все неоднократно видели эти 10, там, 13-часовые стримы, даже иногда 15-часовые стримы по прайму. Соответственно, за такой огромный промежуток времени я успеваю сыграть просто сумасшедшее количество игр и, соответственно, поймать с причинами или без причины огромное количество жалоб. И, также, я являюсь стримером, это значит, что в столь небольшой игре, как Prime World, меня знает большинство игроков, которые неоднократно меня стрим снайпили или просто попадались со мной в играх и по какой-либо причине меня репортили, что приводило к большому количеству репортов за, например, как сказала Лина в переписке, за 2000, ой, вернее, за две недели я получил 100 плюс репортов. В целом, это примерно один репорт за две игры я посчитал, да, и это, в принципе, немного, но, опять же, учитывая объем моих игр, накапливается достаточно большое количество. В следующий момент, вичио прилетает банк. Я считаю, что Невалу надо пересмотреть в корне свои правила по поводу блокировок, потому что само собой у стримеров число репортов не соизмеримо больше, нежели у обычных игроков, даже у самых плохих, так называемых, гриферов, которые специально становятся АФК, ливают, там, обзывают матерей, ну и так далее. То есть, я не отношу себя к такому роду нарушителям, я никогда не пишу про матерей, что я там кого-то в кино водил и так далее. Вот, ну и, соответственно, я не ливая скаток, не являюсь злостным нарушителем. Тем временем, фарма противника уже растет, все больше и больше. Тут я пришел зароумить катану и у меня, по-моему, это даже получится. Катана проиграла ингул, перепрыгнула барьер, но зацепила лицом станщик и умерла. Счет 7-3 у меня и все очень плохо по фарму моей команды. Хилочка очень красиво сняла с меня очищение, сейчас это, скорее всего, зароляет этот момент. Критует фанатик во мне с руки? Нет, не зароляет, он дал два крита. Сначала на 300, потом на 700 и я падаю. Я реально не помню, выиграли мы или проиграли эту игру, но судя по той ситуации, которую вы видите на экране, мы, кстати, играем против Хосмана, он топ-3, топ-3 сервера фанатик. Насколько я знаю, это фулочный игрок. К сожалению, на реплее очень мало фпс, я прям вижу, вижу просадки, но смотрибельно, в принципе. Хочется что-то еще важное сказать, но что? Что-то я, что-то я определенно забыл. Могу рассказать свои впечатления по поводу этой блокировки, да, для меня это был абсолютный шок, потому что я на протяжении целого месяца убеждал каждого, кто появлялся на моем стриме в голосе, что говорить слово на букву П это некрасиво, нетолерантно, это абсолютно ну, типа так нельзя делать. Вы помните, я говорил это Горшаке, Максиму, другу своему, который тоже там рассказывал очень много интересного, с чем он не согласен по теме толерантности, то есть, ну и так далее. И убеждал, соответственно, многих стримеров по прайму, что не стоит говорить слово на букву П, потому что можно за это дорого расплатиться. Показываю, собственно, на личном примере. Конечно, я, опять же, как и в случае с Prime World, я не являюсь злостным нарушителем. Также и на Twitch, и это слово было исключительно сказано в эмоциональном порыве, и оно не подразумевало того контекста, который заложен в слове. Я повторяюсь, да, но это очень важно, поэтому я делаю на этом акцент. Мы каким-то чудом забрали дракона, я даже убил маску, ведьмак ворвался, и мы просто вайпнули всю их команду с их перефармом там в 1010. Мы просто забрали дракона и отыграли перефарм абсолютно весь. У нас теперь поровну фарма, дракон, вся вражеская команда мертва. Мне кажется, игра близится к своему завершению. У меня криты по таверу просто сумасшедшие, просто лютые. тут не видно было, к сожалению, но вот сейчас, я надеюсь, видно будет. Тысяча, но это потому, что у тавера было 1000 хп. 1800! Ну и игра заканчивается, судя по всему. Ресается маска, катана, там что-то делает на топе, не знаю, дала ТП. Она, видимо, не ожидала, что мы пойдем до конца. Но их команда вернулась, и мы чуть не проиграли замес, но хилочка божественно сейвит меня, и рассыпается снова Мойра, маска, катана, жаба, и остается только один фанатик, который шотнул меня. Надеюсь, сейчас турок должен запушить тавер, но он решил еще и над фанатиком поглумиться. Турок вот с таким у нас билдом, 200 дефа у него. Это настолько много, что фанатик его просто не пробивает, и это шок. Мы выиграли эту игру, изначально проиграв ее. 19 минут, очень красивая игра. Я ввел вас в курс событий, ребят, по ситуации с YouTube каналом, с Twitch каналом. Конечно же, я буду подавать операцию на обжалование этого бана. Посмотрим, что будет, как будет. Я буду держать вас в курсе. Но при этом видосы на канал тоже буду выпускать. Я думаю, с не меньшей регулярностью буду записывать их в оффлайне, что поделать. Оставлю ссылку на донат в описании, если вдруг у кого-то появится невозможность, неправильно сказал, если у кого-то вдруг появится желание поддержать меня, то вы сможете перейти по этой ссылке и сделать это. Ну, а с вами был Пров. Спасибо за просмотр, ребят. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Покажу вам билды и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok